Шморг. Вот машины к боку стоят, с правой стороны. Некоторые отправляться, некоторые километраж записать. Я записал, одну половинку вырвал. Вот, остановился на границе, кинул половинку и все. Все. Мы успешно объезжаем в Австрию. То есть мы сейчас уже в Австрии, так как я ехал на Кусто. Пустенький, пустенький, пустенький. Пустенький. И все, люди выехали в Швейцарии. Заехали в Австрию. Магазины, Макдональдс, Лидлы, Шмидлы. Не вижу, просто заправка далеко какая цена от там. Интересно. Сейчас надо на бензину. Мне немного не туда ехать, так что мне надо выехать на автостраду. И доехать до выгрузки. Когда говорю до выгрузки, до загрузки. За 140 метров. Тримайся в левой стороне. По стороне Австрии, да. Похода, конечно, неледная. Тримайся в левой стороне. Полетела бомба. Осталось не 8, не 8 километров. Так что, вот такие пирожи у людей. Бабуля, сейчас мою телефон переключиться на связь. А Австрийскую. О, уже есть. Так что, уже могу. Могу звонить нормально. Как в Польше уже. Так как Австрия, Швейцария, то есть не входит в Евросоюз. А Австрия входит. Лихтенштайн тоже как бы не входит. Но они поддерживают связь. Как в Амстрии, как в Европе. Вот. А должен был я выехать. Вообще. Здесь было бы еще ближе. По-моему, здесь 27 съезд. Вот. И желтым там что-то написано. Вот. Что надо на 36-ю дорогу уезжать, ехать дальше. Так как Солм-Крейсен с закрытой датой. То есть, эта граница. Хорошо, что я увидел этот знак предыдущий. И знал, где эта граница находится. И она закрыта. Все. Закрыто. И так бы выехал себе здесь. И было бы мне еще ближе. Ну, они рядом совсем. Только 5 километров между границами. Только 5 в одну сторону. 5 в другую. 10. Ну, и как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть. И оно там объехать, там заехать. И оно наматывает, наматывает. За сегодня я уже 429 намотал. Ну, 430. Сейчас еще 5 на загрузку. И 20 до паркинга. И... Та-да-да-да. Выходной. Ну, пивом меня, конечно, удивились. 20 бутылок пива мне дали. 20 бутылок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как скажу, все будут... Как так? Как так? Тебе дали? Не знаю, а впереди парень лежал, ему дали один бутылок. 3 километры. Ну, может, то, что он немного занятый был вот этот чувак на штабляре и попросил меня, как бы, чтобы я не просто с кузова вываливал на рамку, а чтобы поставил их уже ящик еврейку. Ну, и из-за этого он, походу, решил мне еще и ящичек поднакинуть. Ну, да, там плюс 5-10 метров для меня эта роли больше не сыграло, так как я не вручную ретягал это все. Потому что он ходил просто себе рядом с этим воздухом, электричным, рохлой вот этой. Как она вообще, фиг ее называется? Правильно. Рохлая воздух. Короче, как-то так. Ну, 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 ну И буду выезжать, может еще будет настроение, то поразговариваем немножечко.